ну что бедолаги на улице весна а это значит что вам надо порешать немножечко сопромата не хотите вы немножечко сопромата порешать чтобы не иметь проблем на летнем экзамене конечно же хотите и у меня есть новое видео для вас на прошлом занятии я вас попросил определить реакции опор для такой рамы я надеюсь вы все определили мы не будем останавливаться как определять реакции потому что если вы не умеете определять реакция это раздел статика если плены теоретической механика собственно не умея так реакции собрать вам делать нечего поэтому я за вас уже реакция определил на вашей совести остается проведения проверки обязательно все реакции надо проверять поэтому сделайте самостоятельно проверку и начнем. Значит, вот у нас рама. Нужно построить эпюры продольной силы, поперечной силы и изгибающего момента. С чего начинаем? Начинаем с того, что мы мысленно заходим в контур рамы и смотрим, например, на левый вертикальный стержень. Вот я даже вам рисую глаз, откуда я смотрю. Что мы там видим? Мы там видим два характерных участка. В пределах которого мы можем провести сечение и с помощью метода сечения построить эпюры продольной силы, поперечной силы, изгибающего момента. И вот на расстоянии Y1 от опоры А я провожу сечение. Y1 изменяется у нас в пределах от 0 до 2,5 метров. Y1 от 0 до 2,5 метров. Это у нас левая часть балки. Откуда я знаю, что левая? Вот если я посмотрю, то что я вижу, я увижу, что опора А у нас слева. К нам будет идти сила реакция Х. Вдоль будет идти реакция У. Вот уже отсюда видно, что у нас левая часть балки. Правила знаков для левой части балки. Q положительный, если вверх. Момент положительный, если по ходу часовой стрелки. Рекомендую вам всегда писать правила знаков. Не забывать про них. Ну и начинаем. Из поперечных сил здесь только сила ХА. Q равняется ХА. Смотрим знак. Знак минус ХА. Минус ХА. Поперечная сила не зависит от координаты Y1. Значит, можем сразу определить минус 20 кН. Потому что реакции вот у нас. Еще раз напоминаю, реакции я уже определил. Далее. Составляем уравнение для изгибающего момента относительно места, ну или координаты проведения сечения. Это будет у нас минус ХА на У1. Подставляем границы. У1 равняется 0 метров. Момент, очевидно, равен 0. Y1 равняется 2,5 метров. Момент равен. Вот давайте подробно напишем. Значит, ХА. Минус 20 на 2,5 будет минус 50 кН. Далее определим значение продольной силы. Вспоминаем тему растяжения сжатия. От сечения направляю силу N, Y1. Ось Y я направлю вправо. У нас вся конструкция находится в равновесии. А это значит, что сумма всех сил в проекции на ось Y равняется 0. Проекцируем N, Y1 плюс YА равняется 0. Отсюда N, Y1 равняется минус YА и равняется YА. Вот мы реакцию определяли. Минус 77,14 кН. Минус 77,14 кН. Далее мы проводим сечение в пределах второго характерного участка. Y2 и рисуем то, что текло. Здесь будет сила F на расстоянии 2,5 метра. XА, YА, ну и сечение Y2. Y2 изменяется в пределах от 2,5 до 5 метров. Почему? Потому что мы с вами составляем уравнение для кусочно-непрерывных функций. У нас нет уравнения, которое бы описывало изменения поперечной силы сгибающего момента продольной силы одновременно на обоих участках. Если кто-то забыл из школы, что такое кусочно-непрерывные функции, пожалуйста, освежите в памяти, задайте Яндексу вопрос, что такое кусочно-непрерывные функции. А мы на этом останавливаться не будем, движемся дальше. Тут у нас по-прежнему левая часть балки. Правила знаков. Опять, чтобы было всегда перед глазами поперечную силу Q составляем. Из поперечных сил здесь есть сила XА и сила F. Они все направлены к нам вниз. То есть со знаками минус пишем минус XА, минус F. От координаты не зависят. Можем посчитать. Минус 20, минус 30, равняется минус 50 кВт. Момент. Находим относительно координаты проведения сечения. То у нас будет сила XА будет создавать момент. Минус XА на Y2. Сила F будет создавать момент минус F на плечо Y2, минус 2,5. Поставляем границы. Y2 равняется 2,5 метров. Момент равен минус 20, умножить на 2,5. Минус 30. Здесь 2,5. Я так напишу 2,5. Минус 2,5 это 0. Но будет минус 50. Y2 равно 5,5 метров. Момент равен минус 20, умножить на 5. Минус 30. 5, минус 2,5. Минус 100. 30 на 2,5 это 0. 75. Минус 100. Минус 75. Минус 175 кВт. Продольная сила осталась. Опять же направляем NY2. Под сечение. Ось Y тоже вправо. Проецируем все силы. Проекции все приравниваем к нулю. Что у нас будет? NY2 минус YA равняется 0. Ну, очевидно. NY2 равняется минус 77,14 кН. Строим эпюру продольной силы. Значит, смотрим на первом, на нижнем участке у нас продольная сила минус 77. На верхнем участке минус 77. Вот я сделал заготовки для эпюр. NQM. Нулевые отметки по форме рамы. Значит, я напоминаю правила знака. Все, что в контуре рамы имеет знак минус. За пределами знак плюс. Значит, минус. Внутрь контура откладываем минус 77,14. И строим эпюру для продольной силы. Минус 77,14. Минус. И перпендикулярно нулевой отметке. Дальше эпюры Q. Поперечную силу смотрим. На нижнем участке Q минус 20. На верхнем участке минус 50. Скачок в точке приложения силы F. Изображаем. Значит, на нижнем участке будет минус 20. Вот так до середины я рисую. А потом будет минус 50. Минус 50. Вот так. Подписываем. Минус 20. Минус 50. Минус. И штриховка перпендикулярно нулевой отметке. Не совсем аккуратно. Потому что без линейки. На графическом планшете стилуса. По мнениям моментов смотрим на нижнем участке. В нуле ноль. В точке 2,5 минус 50. Зависимость линейная. На верхнем участке в точке 2,5 минус 50. Совпадают. И там минус 175. Устроим масштабы. Значит, середина где-то здесь. Минус 50. Зависимость линейная. Попытаюсь изобразить линейную. Линейная. И потом здесь 175. Минус 175. И зависимость тоже линейная. Минус. Минус. Перпендикулярно нулевой отметке наносим штриховку. Минус 50. Далее. Заходим опять внутрь рамы. Внутрь контура рамы. И смотрим направо. Вот рисую глаз. Что мы видим? Ну, там видим вертикальный стержень. Если мы посмотрим по направлению взгляда, то увидим, что опор обоя будет у нас справа. А распределенная нагрузка интенсивностью Q2 будет направлена к нам. Рисуем. Да. Сечение надо провести. Теперь мы заходим внутрь контура рамы и смотрим уже направо. Вот я вам изобразил глаз. Что мы там видим? Если посмотрим по направлению взгляда. Мы видим вертикальный стержень. Опора B будет справа. Распределенная нагрузка интенсивностью Q2 будет направлена к нам. Проведем сечение. Здесь у нас один характерный участок. Здесь у нас один характерный участок. Проведем сечение в пределах вертикального стержня. Вот у нас. Обозначу Y3. Рисуем то, что отсекли. Это у нас правая часть балки. Значит, Y3 изменяется в пределах от 0 до 5 метров. Правая часть балки. Правила знаков для правой части. Вот такое. Значит, для поперечной силы Q составляем уравнение. Из поперечных сил здесь действует только сосредоточенная сила, а действия распределенной нагрузки интенсивностью Q2 со знаком плюс. Поэтому пишем Q2, Y3. Составляем границы. Y3 равняется 0 метров. Q равняется 0. Y3 равняется 5 метров. Q равняется 10. Величина интенсивности Q2 у нас 10 кН на метр. На 5. 50 кН. Составляем уравнение моментов относительно координаты проведения сечения. Вот эта точка. Из поперечных сил здесь в момент будет создавать только сосредоточенная сила действия распределенной нагрузки. Значит, со знаком каким? Со знаком минус. Минус. Величина силы QY3. И надо еще умножить на плечо. Y3 пополам. Подставляем границы. Y3 равняется 0 метров. Момент равен 0. Y3 равняется 5 метров. Момент равен минус 10, 5 в квадрате на 2. 125. Определяем значение продольной силы. Значит, от сечения направляем NY3. Ось Y направим влево. Значит, проецируем все силы на ось Y. Приравниваем к 0. Будет NY3. Плюс YB равняется 0. NY3 равняется минус YB. И равняется минус 62,86 килоньютон. Все, строим. И пюры. Значит, продольная сила минус 62,86 килоньютона. Постоянно строим. Пюра. Пюра. Параллельно к нулевой отметке. Минус 62,86. Минус 62,86. С опюрами Q и M. Давайте разберемся. Значит, 0 и 0. Точки 5 плюс 50. Зависимость линейная строим. Точки 5 плюс 50 отложим. Зависимость линейная. Плюс 50. Рука дрогнула. Линейная зависимость. Никакой параболы. Уравнение моментов. Смотрим. Строим эпюру. Значит. Уравнение. Функция для моментов. Y в квадрате. Значит, графиком этой функции, то есть эпюрой, будет являться парабола. Парабола в 0 и 0 в точке 5 минус 125. Я забыл. Минус. Минус 125. Минус 125. Минус 125. Значит, 0 и 0 в точке 5 минус 125. Куда парабола будет выгнута? Если бы мы строили эпюру вот для такой балки, здесь, когда опора справа, эпюра была бы выгнута вверх, против направления действия нагрузки. Если мы все развернем на 90 градусов по ходу часовой стрелки, значит, эпюра будет выгнута вправо. Эпюра выгнута вправо. Значит, устроим. Здесь будет минус 125. Минус 125. И рисуем параболу, выгнутую вправо. Ну вот, парабола выгнута вправо. Минус штриховка перпендикулярно 0 отметке. Далее. Осталось построить эпюры в горизонтальном стежне. Проводим сечение. Давайте, вот это я уберу, чтобы не смущало и не мешало. Вот эти построения удалю. Значит, проводим сечение в пределах верхнего участка на расстоянии х1. И рисуем отсеченную г-образную конструкцию. параболу. Вот это я. Продолжение следует... x1 изменяется в пределах 0 до 7 метров. Это у нас левая часть балки. Правила знаков для левой части балки. Составляем равнение для поперечной силы. Значит, из поперечных сил здесь будет yk. И сосредоточенная сила действия распределенной нагрузки. Минус q, 1x1. Подставляем границы. x1 равняется 0 метров. q равняется yk. И равняется 77,14 кН. x1 равняется 7 метров. q равняется 77,04 кН. Минус 20 q умножить на x1. x1 равняется 7 метров. Давайте посчитаем. минус 62,86 кН. Далее составляем уравнение до изгибающего момента относительно координаты проведения сечения. Значит, момент у нас создает сила xa минус xa на 5. Сила y плюс ya на x1. Сила f минус f на 2,5. Состоеточная сила действия распределенной нагрузки. Минус q, x1 в квадрате пополам. Подставляем границы. x1 равняется 0 метров. Момент равен минус 20 на 5. Это xa и минус f на 2,5. Минус 30 умножить на 2,5. Минус 100, минус 75, минус 175. x1 равняется 7 метров. Подставляем. Минус 20 на 5. Плюс ya 77, 14 на 7. Минус 30 умножить на 2,5. Минус 27 квадрате на 2. Почитаем. Минус 125. Далее. Обратим внимание, что ипюро q пересекает нулевую отметку. Видите, левая граница q у нас плюс 77. Правая граница q минус 62,86. Значит, ипюро момента в этой координате имеет экстремум. Определим координату экстремума. Для этого уравнение для q приравняем к нулю. yk минус q x1 равняется 0. Отсюда следует, что x... Ну, обозначим это координата x нулевое. Там, где q пересекает нулевую отметку. Значит, yk делить на q. yk у нас реакция равна 77,14. q20 разделим. 3,86 метра. 3,86 метра. Ну, и теперь определим же значение момента в этой координате. То есть пишем x1 равняется 3,86 метра. Момент равен... минус 20 на 5, плюс 77,14 умножить на 3,86. Минус 30 умножить на 2,5. Минус 20. 3,86 в квадрате на 2. Посчитаем. Так. Посчитаем. Минус 26,24 км на метр. Строим эпюру продольной силы. Для этого направляем продольную силу Nx от сечения. Ось Х направим вправо. Я вот здесь запишу, чтобы схема была перед глазами. Значит, проецируем все силы на ось Х и приравниваем к нулю. Что у нас будет? Nx плюс F плюс XA равняется нулю. Отсюда Nx равняется минус F минус XA. И посчитаем. F у нас 30, то есть, ну давайте запишем Nx равняется минус 30. XA у нас мы определили из реакции минус 20. Итого минус 50 километров. Строим эпюро. Значит, эпюро продольной силы у нас будет минус 50. Перпендикулярно нулевой отметке наносим штриховку. Далее, эпюро поперечных сил. Вернемся, посмотрим, освежим значения в памяти. Значит, Q у нас в координате 0,7714. Корня 7 метров минус 62,86. Устроим. Вот и дураков. В координате 0, то есть слева, 77,14. Вот я откладываю. 77,14. А здесь минус 62,8. Ну, точка. Минус 62,8. Соединяем отрезком прямой линии. Плюс, минус. Не совсем прямая, прошу простить, линейки нет. Рисую от руки. Вот у нас координата, где Q персекла нулевую отметку. Значит, в этой координате эпюро моментов будет иметь экстремум. Покажем, чтобы не забыть. Чтобы прослеживались зависимости. Вот эта координата. Значит, возвращаемся к моментам. Смотрим значения. Моменты. Представляет из себя параболу. Видите, уравнение моментов. X в квадрате. Значит, парабола. Парабола куда будет выгнута? Вверх. Против направления действия нагрузки. Значит, точки. В координате 0, минус 175. В координате экстремума минус 21. 26. Справа в координате 7. Минус 125. Устроим. Значит, минус 175. Здесь. Примерно. Минус 175. В координате экстремума минус 26, 25. Пишем. Минус 26, 25. Ну и справа минус 125. Чуть повыше, чем минус 175, да? В масштабе все-таки строим. Так, минус 125. И парабола выгнута вверх. Соединяем три точки. Вот у нас экстремум. И сюда. Штриховка. Перепендикулярно на его отметке. Заштриховываем. Вот. Эпюры. Проверим правильность построения эпюр. Ну, проще всего начать с эпюры моментов. Смотрим. В узле моменты, приходящие от вертикального стержня и от горизонтального, должны быть равны. Смотрим. От вертикального пришло у нас минус 175. Горизонтальный тоже в этом узле минус 175. Верно. В правом узле в этом от вертикального пришло, шел момент минус 125. Горизонтальный минус 125. Все построено верно. То есть, в эпюре моментов, равенство соблюдается не только по модулю, но и знаки должны совпадать. Проверим правильность построения эпюр продольной силы и поперечной силы. Здесь соблюдается равенство только по модулю. Ну, дайте мы посмотрим. Вот в этом узле. Поперечная сила пришла у нас минус 50. Минус 50. А продольная сила ушла в горизонтальном стержне тоже минус 50. Все построено верно. Дальше. Второй узел рассматриваем. Вот этот правый. Продольная сила пришла у нас плюс 50. Ну, то есть поперечная сила, прошу прощения. Поперечная сила пришла 50. А значение продольной силы в горизонтальном стержне, в горизонтальном минус 50. Равенство по модулю верно. Кроме того, дайте посмотрим. В правом узле у нас поперечная сила. Поперечная сила 62,8. 62,8. В правом узле. От действия горизонтального стержня. От действия нагрузки, приложенной к горизонтальному стержне 62,8. И продольная сила у нас в стержне перпендикулярном к горизонтальному тоже. Минус 62,86. Ну и проверим еще левый узел. Продольная сила в вертикальном стержне минус 77,14. А поперечная сила в стержне перпендикулярном вертикальному, то есть горизонтальном, плюс 77,14. Здесь равенство соблюдается по модулю. Все верно. Вот репюры продольной силы, поперечной силы, сгибающего момента. Если будут вопросы, вы можете задавать вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить всем. Ну а с вас, если видео оказалось полезным, пожалуйста, лайк, подписка и колокольчик. Спасибо. До новых встреч. Пока.